Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор FPS Капа под номером 2, раунд 1. Мапперы Аймур и Нибет. Весь турнир сразу, скажем, организован Рейном и компанией. Ну, я не думаю, что там прям только Рейн трудился. В общем-то, давайте смотреть с самого начала. Сразу включим триггеры, сразу включим клипы, которых здесь не видно. Это у нас триггер старта собственной ракеты. Старт пересекается, не пересекается несколько раз, ничего страшного. Дают нам 200 ракет, дают батлсьют, еще я на ВК-3. Еще надо выключить лишнюю акселерацию. Акселерацию я забыл, ничего страшного. Это так вот, так вот и раз, и два, и... 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 Опа, все. Так, дают нам, значит, ракету. Табличка со всеми, видимо, когда-либо участниками фпс-команды. Вроде как охотник инактив, там много кто в других, наверное... Ну, не много кто. Ну, врать не буду. Кто-то точно инактив, кто-то, наверное, уже, наверное, и не в фпс. Но не важно, в целом. Могли бы и меня тогда написать, я тоже когда-то был, не знаю. По-моему, вот такая табличка, она должна отображать активных участников. Но сначала смотрим карту, значит, у нас просто коридоры-коридоры. Рокетджамп, рокетджамп. И здесь мы вылетаем со скоростью, если падаем, что, в принципе, для новичков очень удобно. Дует бифагу, рампа, и нужно подниматься наверх. Дует много бифаги. Постреляли с бифаги вверх, дали нам обратно ракету. Бифагу забрали. Дают опять бифагу. Поднимаемся наверх, просто как по наклонной. Здесь у нас ступеньки-лесенки. Тоже поднимаемся, постреляли с бифаги, дали ракету, забрали бифагу. Забрали ракету, дали плазму-сквадам. Забрали плазму-сквадам, дали обратно ракету. Понимаете, да, к чему я клоню? Дали квад. Квад, ладно. Здесь просто поднимаемся наверх. Коридоры-коридоры. Триггер, наверное, чекпоинт. Дают бифагу. Здесь нам падать вниз. Отбирают бифагу, дают ракету. Здесь, по идее, много скорости. Прикольная надпись. Потом, Нибит и Аймур. Прикольно. Ага. Часть, значит, элементы дизайна, в которые можно запнуться. Это мы позже отметим. Дают бифагу. Дают много скорости, если вдруг зафейлил. Ничего страшного. Падаем вниз. Падаем на рампу. Дают квад. Отбирают бифагу, дают ракету. И финиш, собственно. Собственно, коридоры. Я эту карту особо не играл. Я там поставил сколько. Это мой тайм, да? 1-12. Это не сейчас же я поставил. Ну, я поиграл, в общем, чуть-чуть. В целом, все ясно, так сказать. Хочется отметить, что, например, вот здесь. Ну, будем цепляться, как всегда, наверное, к деталям. Тут, понятно, клипы в дырке. Эта штука, понятно, она тоже как, типа, клип. Нельзя об нее стукнуться, да? Вот эти элементы дизайна. Об них нельзя запнуться. Здесь у нас слик. Кстати, вырвиглазный шейдер. Очень приятно. Еще элементы дизайна, об которые нельзя запнуться. Еще элементы дизайна. Еще везде элементы дизайна. Здесь дырочка, в которую нельзя упасть. Есть элементы дизайна. Элементы дизайна. Дизайна, элементы. 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 Здесь везде все на целл багах. Это все приятно. Смена куча оружий в наносекунду. Потолок. Кстати, проверка. А как вот проверить? Можем ли мы удариться вот в эту штуку и вообще зафейлиться? Я думаю, можем. То есть, элемент дизайна, который нам помешает. Это элемент дизайна, который нам не помешает. Если стрелять. А, ну вот понятно, если взрыв внутри. Ну да, то есть, вот об этот элемент дизайна мы можем запнуться. Непостоянность. Отмечаем, так сказать. Здесь пока вроде все в порядке. Об эти элементы дизайна запнуться нельзя. То есть, точно такой же элемент, а запнуться нельзя. А квад где дают? Здесь на входе? Все обсловил? Нет, не дают квад. Ладно. Сам подымусь, так сказать. Элементы дизайна, я так понимаю, об которые нельзя запнуться, но которые визуально они очень... Я к тому, что визуально это все очень сильно мешает. Понятно, когда ты летишь на скорости 5000. У псов там тебе пофигу, но в любом случае. Значит, вот эта рампочка был, наверное... Из-за нее возникали, наверное, некоторые трудности, потому что желательно в нее ударяться, так как она тебя раньше пихает в нужную сторону. Соответственно, раз она раньше пихает, она еще и... Ну, угол вроде такой же, да, как и вот эта рампа. Ну, не будем, так сказать, не буду врать, да, так как я не особо играл, не скажу, как там прям по скоростям. Но выгоднее, очевидно, вот в эту рампу. Она настолько тоненькая, что как бы это... А летишь ты там на скорости, дай боже. Здесь тоже можно... Ну, здесь ладно, запнуться, это не беда. Элементы дизайна, элементы дизайна. Как будто вот мы играем в контест карта, чтобы это, так сказать... Выиграть какой-то приз за дизайн. Вот у меня ощущение от карты. Стрелять по пустоте бфгой очень приятно. Очень приятно. Вырви глазный шейдер. Ну и финиш. А... Что могу сказать? Глобально. Ну, давайте, да, по классике, наверное, как-нибудь уж пройдем. Типа плюс-минус складно. Без целых багов там, без всяких, потому что я не знаю, не расстояние, ничего. Очень классная, кстати, идея вот здесь на рампе сделать вот такую вот штуку. Особенно, я думаю, вы кутришникам было очень приятно. Не знаю. Более-менее складно не получилось с первого раза, но я думаю, что страшного. Так. Возможно, даже в центральную туда и не надо рамп, которую я показывал, я, честно говоря, не знаю. Но если есть вариант извлечь из нее пользу, то нужно извлекать. Стрельба по воздуху вместо стекол хотя бы. Ну и финиш за 57, неплохо. А, и, кстати, вот эти элементы дизайна. Об эти нельзя запнуться. Об эти нельзя запнуться. А в начале там где-то можно было запнуться. Я конкретно так не вспомню, конечно. Но где-то в начале, я увижу. Где-то есть такое вот. Сразу скажу заранее, что воспринимать любые мои слова надо не воспринимать серьезно, так скажем. Ну, во-первых, не надо воспринимать серьезно. Это мое субъективное мнение. Во-вторых, нужно, как бы, не знаю. Мне, в первую очередь, не хочется обидеть Рейна, например, да. Потому что явно вопросы есть и к тестерам, и к мапперам. Ну, вопросов к тестерам особо, честно говоря, нету. Как бы. Ну, вот зачем вот эти... Ну, это настолько сбивает. Ну, это настолько какая-то детская, не знаю. Какая-то детская хуйня, вот честно. Вот эти вот зачем? Какие-то... Вот, то есть, понимаете, чтобы вот такой вот браш, например, сделать? Ну, я не знаю, может, эксперты меня поправят, но я бы его делал, не знаю, там, час, например, да, чтобы четенько все врезать, чтобы прям все красивенько. И то он какой-то угловатый, как... Ну, то есть, можно наверняка получше сделать, если так приближенно глянуть. Вот еще, если в радианте открыть, там, вообще, наверное, это... Ну, эксперты меня поправят, если что, в комментариях. Ну, зачем? Вот зачем это? Поставь, сделай, врежь ты вот эти... Ну, упрости дизайн. Вот зачем вот эти вот большие массивные штуки, как бы, которые, не знаю, ни на что не влияют. Типа, с точки зрения дизайна, просто дизайна, карта неплохая. То есть, карта... Если ее не играть, карта выглядит прикольно. То есть, именно внешний вид удовлетворительный, скажем. Ну, если на ней проводить какое-то время, все вот эти вот свистелки, перделки, которые... В изобилии здесь, на карте. Они мешают. Ну, не то, что сильно мешают. А здесь, кстати, вот здесь есть стекло, а на БФГ нет стекла. Зачем делать визуальный дизайн, как будто стекло в центре, что тоже визуально сбивает? Типа, сделай двойное тогда, да, стекло. Ну, типа, вот эта полоска обычная текстура, а вот здесь полоска как раз металл, и здесь, например, металл, что, типа, как это, с двух сторон стекло. Ну, например. Ну, так, условно, да, скажем. Я не то, что, типа... Типа, сделай лучше, да, тогда скажете. Ну, поиграйте в мои карты. Карты там наверняка есть хорошие примеры нормального дизайна. Тоже может быть переусложненного, но играть приятно, потому что я сам это играю. А, судя по всему, не BTA Moor. Это вообще, как бы... От геймплея люди настолько далекие, что они вообще не понимают, что они делают. Либо они настолько медленно эти все карты проходят, что делают вот такую вот искусственную динамику. То есть я не зря... Ну, переходим от топика, от бесполезного дизайна, который мешает к топику искусственной динамики. То есть мы получаем БФГУ, сделали два выстрела, получили обратно ракету, сделали три выстрела, получили обратно БФГУ. Чё? Ну, сделали два выстрела, получили обратно ракету, сделали один выстрел, взяли плазму с квадом, стрельнули три плазминки, взяли обратно ракету. То есть тут нужно понимать, что это все происходит на скоростях очень высоких, да? Ну, учитывая... Это слик. Почему разные текстуры слика, тоже сразу я спрошу. Здесь такой слик, там другой слик. Постоянства нет, об какой-то дизайн можно запнуться, об какой-то дизайн нельзя. Зачем делать на центре пола... На центре пола вот такую блямбу, если можно ее врезать в пол, и пусть она светит из пола просто, вот такая штука. Или раз тут триггер, сделай тогда триггером вот такую вот... Ну, триггер не дотянут, кстати. Ну, это просто неприятно такое смотреть. Это уже, типа, дотяни чуть-чуть, там, 8 юнитов. Выдели тогда триггер вот такой штукой, и чтобы она не выпирала на высоту модельки, блин, из земли. Ну, то есть, вот такие моменты, они... Понятно, что... Я, будучи уже, так сказать, игрок старый, у меня, может быть, и... Здесь стекла не видно. У меня, может быть, и придирки такие себе. Здесь вообще, как будто стекла нет, хотя оно есть. То есть, как бы... А почему тут тогда нету такой же металлической текстуры какой-то, что здесь, типа, стекло? То есть, вот так вот оно выглядит, как будто ты просто по пустоте стреляешь. А это... Это просто визуально неприятно такое играть. Я не говорю, что из-за этого можно зафейлить, там, еще что-то. Речь именно про ощущения от карты. Я на ней провел полчаса, и мне хотелось просто... Я не знаю. Ну, мне хотелось в эту карту больше не открывать. Что я, собственно, и сделал. Но, так сказать, это... Ну, вы поняли. То есть, да, ну, цветовая гамма приятная, все приятно. Но вот эти вот штуки, все бы их убрать, заменить на какие-нибудь лампочки попроще, если уж так хочется повыпендриваться, что, ой, смотрите, мы можем какие браши делать и светяшки перделки. Как бы... Ну, такое. Искусственная динамика тоже очень сильно напрягает. Ощущение, что... Как бы... Зачем делать... Типа... Сейчас. Зачем создавать искусственную динамику, что... Ну, то есть, получается, например, я это замечу. Мне вот такое сразу в глаза бросается, что маппер сразу пытается просто как-то разнообразить свою карту, потому что она скучная. И это решение разнообразить свою карту, оно как бы не осуждается. Оно приемлемое, потому что менять там как-то геометрию или еще что-то глобальную, да, геометрию карты, если такое получилось, добавлять какие-то новые отводы, роуты, это всегда достаточно сложно и долго. Но принимать решение, выдавать там на каждом шагу разное оружие при скор... Я понимаю, если там скорость... Если бы карта была в два раза больше по скейлу, и ты бы стрелял не две... Типа, там, не два патрона плазмы, а двадцать, тогда другой разговор. Возможно. Это бы прокатило, и то было бы достаточно скучно. Но можно бы было сделать даже... Вот я заранее не готовился, если что. И вот просто делаем rocket run, все триггеры, где выдается другое оружие, например, выдаем либо патрон, либо, например, хп, то есть тебе дают 200 ракет на старте, но у тебя нет батлсьюта, и тебе нужно там... Либо ты выбираешь, либо стреляешь больше ракет, либо там это... Либо меньше ракет, да? Ну, условно. И тут уже понятно, что там тоже роуты передрачиваются, и там уже эти хп там даже под конец задрочки не считаются условно, но я скажу, что оно все равно такое даже смотреть приятнее, потому что топовые игроки, они могут всегда манипулировать углом от стрела, и получится, что где-то там на соплях, там с одним хп, с тремя хп, это хотя бы смотреть интересно, а тут я не знаю, что мы будем смотреть. Смотрим, в общем, топ-20 демки, скачал я все, к сожалению, зерк в топ-20 не попал на VQ-3, но не то чтобы сильно, к сожалению, в целом вообще без разницы. Так, Пашка, 20 место, 50-0, поехали. Пишите в комментариях свое мнение, сейчас еще демки посмотрим, еще, может, дополнительное мнение сформируем. То есть у меня, давайте, чтобы демку, поверх демки не болтать, наверное, я сразу, я выдал задание новичкам, ну, знакомым, которые играют в Defrag не шибко много, то есть, ну, они играют чуть-чуть ниже среднего уровня, скажем. Я выдал им задание и, ну, поиграть эту карту и какое-то мнение мне высказать. Я получил единственное мнение, оно заключается в том, чтобы, ну, я спросил, не хочет ли этот человек, я оставлю его имя в секрете, это не Тутс, если что, вдруг. Я его спросил, не хочет ли он спросить что-то у маппера после того, как он поиграл эту карту. он сказал, что хочет попросить маппера это, так сказать, закончить свое существование в мапперской сфере, так это назовем. То есть, новичкам неприятно. Все вот эти тоже рампы, не рампы, у них очень слабо развитый контроль угла там и все такое. А на таких картах, то есть, я бы не придирался так, наверное, к варкапу в карте, да, но тут мы понимаем, что у нас FPS Cup это глобальное какое-то событие, в это все хотят поиграть, что-то новое, новые карты, какие-то известные мапперы, хотя и там Аймура, например, я вообще всем сердцем ненавижу. Но отсюда и как бы придирки следует это учитывать, потому что как сказать, сколько я уже говорю, много, 20 минут почти говорю. Надо понимать, что я хочу, у меня всегда была цель Defrag в массы, если карта на каком-то новом турнире говно, откровенно говоря, я об этом буду говорить открыто и прямо, потому что я за то, чтобы новичкам, в первую очередь новичкам, было комфортно. А про игроки, они, конечно, поплюются, поматерятся, но они все равно адаптируются. Допустим, даже вот если в эту сторону смотреть, что на про игроков можно даже забить. И то, например, я уже играл там до FVC на той стадии, когда если на карте, если карта просто прямая, я ее играю полчаса и выхожу. Все, мне неинтересно, мне интересны роуты, мне интересны разнообразия и прочее, чтобы можно было что-то выдумать. Мне вот эта дрочь по прямой уже типа надоело. Никакой комплексности роутов здесь тоже нет. Ну, я могу понять первый раунд. Мы посмотрим еще другие карты, которые будут. Я надеюсь, что что-то интересное там будет. Ну, в общем, ладно. В общем, вы поняли мою точку зрения, от чего я отталкиваюсь. Пишите, так сказать, комментарии. Прав, я не прав? Что там? В общем-то, хорошие ракеты от Пашки. Подсебяшечки, ПФГшечки. А учитывая, кстати, что в ИК-3 еще и пушка меняется в два раза дольше условно. Целлбак. То как бы, вот даже у Пашки двадцатое место. Он ракету не стрелял перед плазмой, потому что нету смысла, ты не успеешь поменять. У тебя будет кулдаун ракеты накладывается на кулдаун смены оружия. Немножко зафейлил там по углам, одну ракету мимо. Здесь с Бифугой тоже не шибко, чистенько, но в целом приятно, приятная дамочка. Дима Норр 49,7. Не знаю, сколько там, кстати, дамок Тим Конлайн смотрит, наверное, все посмотрят, но я слишком ценю свое время, поэтому тем более оценю ваше, если вам хочется посмотреть чью-то конкретную демку, просто скачайте ее и посмотреть. Если хотите, чтобы я записал полноценный разбор демки, пожалуйста, 100 рублей, так сказать, делаем все в лучшем виде. Чуть-чуть прорекламировал с себя. Хорошая ракета, ну, дима Норр всегда был хорошим ракетранером тут как бы это. Тем более, кстати, в сторону дизайна, я скажу, что на таких скоростях дизайн тем более не нужен, он вообще не нужен на таких скоростях. Хорошие ракеты в конце, очень хорошие. Типа, у тебя скорость средняя, 3000 упсов, что там где-то вентилятор крутится, тебе вообще по барабану, ну, ты даже не, ну, зачем этот дизайн, это лишняя работа просто проделана маппером, это абсолютно не нужно. Enter очень странно внизу, ну, видимо, мало поиграл. С подсебяшечкой было бы, конечно, получше. С целым багом, ракета вышла не очень хорошая. Вот он выстрел в ракету, пострелял там, и то половина плазмы ушло в молоко, пострелял 10 плазминок. А бы вот эта искусственная динамика, она только раздражать будет. Ну, еще раз говорю, это просто мое мнение. Если кому-то оно не нравится, это ваше право. Но не надо мне говорить, что я не прав. Мы все не правы в данном случае. Правых нет. Прав только Аймур и Нибит. Наверняка Нибит отвечал за дизайн, я почему-то более чем уверен. Аймур за геймплей. Я бы даже сказал, что карта Аймура 19.4 до ФВЦ намного лучше и интереснее, хотя она гораздо кривее, чем это. Чем то есть она интереснее играть ее, потому что там хотя бы роуты какие-то были. Какая-то вариативность что ли. Чем здесь. Но это опять же первый раунд. Тут разогревочный. Но как бы разогревочный или нет, посмотрите. Блин, первые раунды, квалификационные раунды нулевые ДФВЦ А тогда люди скажем у людей было гораздо меньше возможностей. Хорошая плазма, хорошие ракеты. То есть ну роут, роута тут нет. Как бы я даже не знаю, просто я вот думаю типа надо наверное что-то про демку сказать. А чё про демку говорить? Роут у всех один и тот же. Ну кто-то лучше отстрелился, кто-то хуже, кто-то там по более широкой пошёл траектории, кто-то по более узкой. Ракеты в конце хорошие. Единственное я отмечу, что в конце наверное надо собирать все рампы грамотно главное и рампы верхние в том числе я имею ввиду и рампа в конце на неё желательно падать на самый низ, чтобы получить максимально скорости ну и угол с ракеты корректируйوا Диман там NetLight 0.87 у ой таймскил report ой ой бяшечки нету я не знаю вот Диман напиши в комментариях вот было тебе интересно играть эту карку сменил тут пострелял там потом опять сменил если вдруг меня вдруг слушает какой-нибудь маппер какой-нибудь аймур кто-нибудь кто причастен к мапперскому ремеслу мапперскому цеху так сказать пожалуйста помните что дефраг это не контест дизайнов на карте играют люди они ходят пешком комиссия и разглядывает ваши каракули на стенах ваши лампочки помните что карты сделаны для того чтобы на них играли люди а игра сделана для того чтобы получать удовольствие помните пожалуйста что игра понятно что мы говорим про дефраг где удовольствие это очень редкое явление но тем не менее есть карты приятные есть карты с не с не лучшими геймплейными решениями но все равно их играть приятно потому что такие потому что приятность карты перевешивает значит и и и ее же недостатки то есть помните что это для людей что эту карту и я хочу самое главное я думаю нужно помнить когда ты делаешь карту на какой-либо турнир ты хочешь чтобы эту карту после турнира играли посмотрите почти там не знаю с 14 года дфвцшные рекорды в онлайне там почти их но сейчас уже может там появились на более таких старых вы посмотрите там почти нет рекордов куша карты были вообще ну их терпишь просто вот все карты которые ты играешь ты их терпишь всю неделю а результат если ты играешь на результат если ты там топ игрок и ты хочешь результат ты теряешь кучу времени так и теряешь кучу нервов и так стать эту хорошие ракеты в целом но не видно что как будто не замуж давно не играл или еще что-то кет точно такой же тайм 42 и 48 2 в общем я недоволен целом этой картой геймплей на можно сделать можно было сделать гораздо интереснее то есть даже не перелопачивая геометрию все это свистоперделки которые пролетаешь на 3000 усов они нафиг вообще не нужны на рампах еще ладно там чтобы соображать визуально карты должна помогать игроку ориентироваться в пространстве если я спрошу какая комната на этой карте вам понравилось больше всего у вас будет ответ мне вот она вся одинаковая мне никакая комната не нравится стрелять по пустоте из бы фиге мне не нравится мне нравится еще меньше ну странно как будто вы скорости меньше у кета но видимо идет где-то получше так стать сыграл где-то похуже так микенда старичок я напомню я не я не вы меня не заткнете я не замолчу я напомню что основная причина по которой я забил играть дефраг это качество выпускаемых карт новых так как все старые у меня уже передрочены задрочены более того я получил титул мирового чемпиона я это должно вам говорить как мимо то что я знаю о чем я говорю когда я обсуждаю про карты и интереса играть вот такие карты у меня нету я не хочу просто тратить на них время я лучше буду играть хочу за тайм такой 79 47 79 я знаю кто это а нет я не знаю это не не бит даже не свинчил дефнейм что он делает вообще ну то есть очень жаль что игра с максимально высоким порогом вхождения с максимально высоким порогом достижения чего-либо вообще в этой игре которая требует от тебя больших усилий чтобы чего-то вообще добиться очень жаль что такая игра получает вот такие вот карты ну это я может слишком громко так сказать обосрал да так сказать эту карту карта нормальная в целом но как-то вот одно и то же вот одно и то же вот таких коридорных карт можно найти там еще тысячу почему даже мапперам не хочется самим сделать что-то новое не 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 лампочки другого вида нового какого-то другой формы а геймплейно чтобы она что-то новое было понятно тяжело непросто ну так ты поэтому и маппер а ему вообще один из самых опытных мапперов которые сейчас живут так стать и маппят что-то делают почему халвар старается что-то новое придумывать да не все карты у халвара нормальные ну посмотрите большинство карт их играть просто интересно потому что какие-то ты штуки новые делаешь может быть не слишком новые но по крайней мере штуки которые ты не часто видишь на карте которые адаптированы умело в карту как бы я к халву там карте халвара надо фвц не относился относишься плохо она как бы все равно ну короче не зла это очень эта тема так стать для стрима посидеть с пивком здесь вся карта по сути весь road строится в том по крайней мере сцп вызову к утре не буду говорить потому что не играл хотя почему-то почти уверен что в к утре это то же самое дина из к 46 вся карта строится так стать на том как как хорошо ты цел баги сделаешь типа больше здесь никаких моментов нет скоростью всех среднем одинаковые хорошо там там бфгой попал отлично вот я плюс 500 не попал ну все перестав хорошо в поворот в цел баги вошел самое кстати приятное моё мое любимое так стать в поворот повороты в цел баги входить кстати вот на той дуге но если на следующий демки заострю внимание я я подозреваю что у новичков могут быть проблемы с прохождением некоторых элементов но не с прохождением а скажем сохранением скорости на некоторых элементах углы хорошие отстрелы хорошие 400 на финиш очень даже позитивное значение так джилван 46 0 сейчас я заострю внимание по левой стены начинал с левой не знаю по моему с левой медленнее руки джамп не очень был скорости почти не дал не здесь нет не здесь плазму по моему просрал вот здесь вот главное идти так сказать по дуге то есть тут важно идти именно по стенке коснуться стены вот этой как можно раньше скажем тогда то есть если вы будете врезаться вот сюда ну нет давайте не так самое главное здесь не делать с кимов потому что с ким вас вам вообще всю скорость убьет то есть если вы например вот так же слились но приземлились прямо под поворот вы потеряете всю скорость поэтому такие места ну вы q3 да и в цпм в частности точнее в том числе желательно проходить на лету вот такие повороты и просто по стеночке скользить понятно в цпм то могут быть исключением и вы q3 могут быть одно исключение но это как такое основное правило если вдруг кто смотрит из не слишком опытных игроков делюсь так сказать ну нормально шо сказать запилин 45 и 8 почти почти 9 вот здесь гораздо больше скорости 3 500 вот уже гораздо больше скорости и человек просто ничего не делает целую секунду ну условно ждет пока сменится одно оружие на другое и так сказать это цпм сравнимо в q3 в цпм еще куда не шло это место но блин зачем это было сделано что в голове у людей вообще непонятно я почему-то чувствую как будто я типа рейна ругаю но крайну 0 претензий rain молодец организовывает и вот это все нормально но блин либо надо мапперов контролировать на каждом шагу чтобы такого не происходило либо просто не играть в игру вот у меня такое мнение так как контролировать мапперов я не буду я просто не играю в игру кстати фьюзи супер старый игрок 45 и 3 супер старый игрок мдс очень не существует уже давно вымер я кстати не знаю может давно тут на варкапах участвует и так далее я не особо слежу если что поправьте но имейте ввиду что ракетам молоко половина плазмы в молоко то есть мы видим как даже опытные игроки на вот этой плазме просто теряют скорость зачем это было сделано это настолько видимо еще неудобно играть что у тебя плазма с квадом ты после ракеты не злая короче если шо в комментариях пишите если фьюзи вдруг уже давно играет и уважение старым проявите уважение если вдруг чего так отсыпь тоже таймскил репорта то всех чё-то таймскилл репорта все какие-то читеры стали лучше 2 300 3 200 здесь на выходе 300 мало тоже там пара плазминок тут а понимать что от этой плазмы зависит на самом деле очень много вот этот дебильный момент с плазмой он он один из там ну и не скажу что прям решающих но он очень много может дать если правильный угол поставить там те кваженая плазминка будет очень много давать упсов как и с бы фугой в целом вот бы фига и кваженая плазма это почти одно и то же ну по сути как бы что если из бфиги правильно поставить угол то вы тоже дофига насыпет скорости а скваженой плазмой в целом то же самое так поезд 44 4 2 300 здесь на выходе 3 200 после ракеты здесь на выходе 3 400 вот уже а ну опять цел бакс плазмы типа вот ну да я про цел бакс плазмы как-то забыл я его видел но забыл по минуту ничего страшно тут вся карта 1 цел бак 4 500 на финише очень хорошая скорость вот даже если посчитать что у отсюда наверно может какие-то ракеты были получше до чему пользу тут тут кстати им виднее кто кто играл но я так полагаю что даже если польз он прошел учитываем например что польз он прошел среднем хуже отсюда но сделал цел бакс плазмы и на определенном участке карты получил гораздо больше скорости он выиграл вот эти вот 200 а это как бы ну не знаю 44 2 ксас 4 место поздравляем ксаса поздравляем пользу с пятым поздравляем ксаса за ксаса обидно ксаса так горит игрой так ему нравится игра а вы даете ему играть я не знаю какую-то чушь мне кажется так как у нас нет тут скажем на мейн разработчиков 3500 на выходе цел бага спазма нету ну значит в целом положение ракет и по средней скорости это тоже влияют так как разработчика нету и тот кто влияет получается на популяцию игроков это в основном мапперы что если новых мап нету рано или поздно люди забьют а если новые будем считать что карта это как бы патчи которые выпускают разработчики для игры до условно если патч уходит говно люди не играют патч хороший люди играют мне кажется тут надо сделать акцент маппером вообще на будущее ваша задача чтобы людям нравилось вы творцы понятно что это немножко противоречит что я типа творец я художник я так вижу насрать что ты видишь это игра не проведение ну условно это не просмотреть игра в ней просмотреть игра проделать если ты если ты видишь что вот я хочу здесь 3x чтобы там еще рейлом стрельнуть и потом гранату в дырочку маленькую попасть я хочу вот такое сделать сделай но 500 раз себе подумай нарисуй и план составь как атак сделать грамотно чтобы было это приятно самое приятно иначе это говно никто играть не будет это про триксы а про дизайн вообще молчу у хавара максимально тупой дизайн с трех текстурок ну на некоторых картах а играется как приятно ничего не отвлекает ничего не мешает никаких раздражающих там свистоперделок просто не знаю по сравнению с там ладно короче степ из германии ст 44 2 короче не знаю меня прямо вот мне нельзя писать обзоры я начинаю заводиться начинаю ругать всех подряд ну что очень жаль я ругаю не потому что я зазнался там хочу всех вокруг что-то там получать ну что мне обидно я на игру забил потому что качество карт упала потому что делают одно делали бы интересные карты был бы другой разговор углы вы в офигении самые точные 4 500 еле как чуть не зацепил финиш а самое за это смотреть классно что у как он на писечке пролетел а теперь представьте вы играете эту карту в сотый раз тысячный раз и вы постоянно зацепляете там эту рампу обоссанную зачем делать так зачем ну как-то вот надо быть игроком чтобы сделать нормальные карты зачем почему если вы не игрок и делаете нормальные карты у вас просто очень хорошо работает голова например уранье он почти не играет я сомневаюсь что он вообще задрачивает что-то играет посмотрите карты уранье это же божественно этой просто бриллиант вот мапперов бы как ранее в дефраг я бы может еще подумал а и тимраны тоже никто не делать а если делать то все равно скучные сор 3 8 но это не огород это так сказать не камень в огород драконикса если что это условно я к тому что там нам нужен просто еще один шиво еще один раз который бы сделал там кросс пав очередной for person новый там не мы делаем вот такое со свисты перделками а еще еще важно на рампы я так понимаю падать под себяшка в никуда это печально гопера сразу видно бфг хорошо поставлено человек так стать на опыте 4 400 тут короче можно много спорить но я так сказать все сказал дельта первое место поздравляю кстати гопера со вторым местом и поздравляем дельту с первым местом под себя шички 3 800 на выходе очень странно на рампу он упал там было ну не знаю вот идет мне кажется это настолько сильно мешает вот эти вот все смены оружия это вообще ужас либо ну скейл неудачно еще что-то как бы я не говорю что сама идея не очень ну а выстрелы с ракеты зачем это надо делать 3 800 как он падает а он просто на рампу упал то есть чё и потерял сколько 1700 у него потерял все потому что он просто упал на рампу потому что носка это я скажу что в фпсах и тестеры наверняка не самые нубские так сказать игроки сидят почему нельзя было сказать блять подвинь ты эту хуйню я не зла типа никто такую скорость не развил так там почти там в других случаях падаешь если не прямо на рампу то утыкаешься в эту ты либо делай как-то ну то есть это уже вопрос здесь на сайт с этой рампой что-то надо делать как бы вот это у тебя начало работ что с ней можно сделать дальше думаем 6 не можешь сделать я уж не буду генерировать тут идей тоже много плазминок молоко ну под конец угол они то есть мало того что здесь две секунды плазмы ты из этих там не знать условно сколько вот 17 он выстрелил ты из 17 плазминок попадаешь 5 по стене потому что те квад даже дельта как бы попадает сок я может не прав и не помню как там с плазмы с квадом стрелять но суть не в этом суть в том что это плазма с квадом вообще не уперлась здесь немножко мне кажется медленно можно было гораздо лучше вылететь финиш слабенький но тут уж как получилось тут у него тут получается вторая часть карты слабая а старт хороший как бы ну и все на этом рассказать так варпак тх варпак 36 поехали цпм если кто-то вдруг добрые люди так сказать напишут тайм-коды закреплю и поставлю сердечко на тайм-кодах пишите там коды мне честно лень вот честно я вот этот обзор ленился писать очень много хорошая плазма ну сомнительное решение немножко но тут пока тяжело оценивать сбофигею не самые удачные углы были цпм в общем по крайней мере у варпака выглядит как просто хаос как будто тебе оружие в рандомный момент дают и тебе надо соображать тебя сразу что делать ну такой бред ну это даже смотреть ну не знаю роутов нет что тут обсуждать давайте не знаю напишите что там я плохие обзоры теперь делаю не зла делайте карты нормальные там по моему на рамках дабл джамп можно делать вам я могу ошибаться вот ну туда-то цпм непонятно как там но надо тестить смотреть непонятно как второй поворот проходить сбыв иди здесь тоже не очень 3 800 здесь ракета почти ничего не дала ну в целом целом хорошее хорошее хорошая кошаков 39.0 буст не очень 1100 на рампе 1100 это вообще ужас там еще где-то он застрял подожди извини кошаков и ты что можешь застрять давайте еще раз этот буст посмотрим а ну типа 1200 но потом сбросил до 1100 но это все мало на рампе это очень мало так как у тебя здесь очень много места просто делаешь какой-нибудь мини при джамп либо стараешься прыгать максимально сильно типа из того угла максимально сильный что максимально поздно задеть старт ну и перелететь если не зацепить и у тебя не знаю тут в идеале я даже не знаю так ну 1300 верно должно быть может не быть может в идеале 1400 но я бы наверное 1300 застрял ну тут претензий никому нет так работает движок яду я думаю я думаю так да вот видите типа вот кошаков просто все пролетел на лету и у него скорости гораздо больше чем у предыдущего андеда который там потерял очень много скорости то есть там прыгать это вообще такое-то смерть тут я кстати цпм хотя бы какие-то эти мелочи вам расскажу потому что у 3 они не особо знаю чей скажем я знаю но я на них наверно не не обращают такое внимание как цпм enter вообще что-то как-то плохенько зерк энтера перебил где-то вида на у ее 388 вот мини при джампе даже без гб но не зная я бы ну enter небольшой фанат гб тут понять можно в целом тут не застрял на выходе в этом на по вроде очень много потерял потом там еще потерял ладно бы карта была как city rocket например про постепенного про постепенное наращивание скорости а тут получается столько такая угловатая что ты как бы и не туда и не сюда кому-то 4 700 на финише очень хорошо не знаю короче очень много мне в этой карте не нравится но зерк тем более не фанат гб 4000 3 700 вот здесь 3 200 на выходе угол мне кажется с плазмой можно было к разу ну получше сделать лишних ракет не стрелял хотя ну возможно не получалось контролировать зачем вот это делать зачем мне даже зерга жалко вы понимаете как зачем это делать зачем такие вещи делать это неуважение к игрокам кстати ну ладно нет я то это сам конце скажу хендри хорошие скорости 3200 угол сплаза вы можно было получше отстрел не самый хороший там зря учет слился от косой стены не надо где лучше под себя шкупки нет косой стены это смерть не знаю как на высоких скоростях пока не знаю как это будет выглядеть 387 и джази 387 тоже 387 я не знаю ну то есть это либо работам тестеров такие вещи подмечать и говорить макеру слышу вот здесь переделать здесь переделай вообще-то это не варкап понятно что играют тут не на корову типа денег нет но в дефраге вообще как бы не мне не на это играют на деньги так сказать не за деньги им опять пушки более не за деньги это к чему говорил а это к тому что возможно может быть можно и тестеров немножко попинать ну возможно тестеры хорошие как люди да скажем они возможно понимают что-то в игре они умеют играть в эту компьютерную игру у них все хорошо и у них вот такой вкус что они вот это позволяет выпускать либо тестеры с мапперами не могут договориться найти общий язык либо ну пусть мне рейн напишет рейн наверняка осведомлен рейн напиши пожалуйста если ты это смотришь если не смотришь я ну ты меня все равно не услышишь я не обижусь типа если вдруг ответа не будет напиши в комментариях прямо у меня две версии либо тестеры не достучались до мапперов в нужную сторону при том что я не говорю что карта ужасная карта в целом отлично но вот эти некоторые мелочи они просто по всей карте распиханы вот значит первая версия моя тестеры не достучались до мапперов как нужно как следует вторая версия это карт эта версия карты 15 по счету ее переделывали столько раз что вообще забей вот у меня две версии если это в первая версия надо поговорить на провести разъяснительную беседу с мапперами ну и с тестерами тоже если это вторая версия надо менять мапперов потому что если маппер делает изначально карту которую надо переделывать 15 раз извините меня надо увольнять если какие-то решения на карте приняты исключительно из соображений дизайна что что я более чем уверен может происходить и произошло наверное здесь в каких-то случаях что я вот здесь будет красиво вот так а вот здесь будет красиво вот так тем более этого маппер вообще пусть сидит там с кулом эти красивые стрейфы лепит это даже как бы кул делает отличные стрейф карты скажем многоуровневые хорошее прохождение на финиш очень слабенький молодец тут таком их их и джази посмотрели да я не помню ладно он наверно все равно не смотрит аурм 380 ну какие-то я точно уверен какие-то зарубежные так сказать посетители нас смотрят зарубежные зары зрителей ракета в молоко 3 800 и 600 и не за по моему там надо ракеты стрелять вот это там либо надо как-то куда он ракеты смещать я там вниз не сместишь особо после бы фиги ну ладно аж тити 30 бить блин целый час сидим ребят в общем голосуйте кстати подписывайтесь в telegram не знаю зачем иногда стримы стримы иногда происходят все анонсы там все кто вдруг хочет поддержать деятельность уставшего бывшего про игрока в дифрок ссылки в описании в телеграме закреп на сбербонг так сказать я это говорю не потому что мне надо денег хотя денег надо я это говорю потому что нечего больше сказать драконик с 37 6 еще раз повторю для особенно особо одаренных это лично мое мнение вы либо согласны либо не согласны говорит что я не прав что карта на самом деле хорошая это вы себя выставляете идиотом очень хорошие ракеты здесь никто не бывает прав здесь прав только аймур и не бит на это карту остальные игроки вода ракета ну да ну а чё одну ракету надо по-любому перебыв угой финиш кривенько конечно но мне кажется там настолько чистенько везде пролететь учитывая геометрию карты наверно вообще забей я я более чем уверен я не знаю мне кажется драконикс там скажет что блин карта вообще классная но если ее сделать нормально если ее сделать действительно классно и драконикс бы где-нибудь в топе сидел потому что играть вот такое затрачивать оно либо надо супер много времени либо надо быть супер опытным чтобы просто быстро схватывать всю геометрию как где чуть делать так фэйза при теме 5 4 204 ее и какие скорости у нас 3 800 если вы q3 на рампу приземлялись в цпм подавно будут в цпм наверняка можно вообще на рампу даже не задеть перелететь интересно бы фига интересная а вот еще ракетка но у финиш можно было получше на финиш и даже типа вот вот это чувство когда у тебя сжимается очко и ты хочешь перестраховаться потому что маппер мудак и поставил там высоченную рампу перед финишем в который ты можешь врезаться и потерять вообще все вот это вот сжимание очка очень негативная эмоция если у тебя очко сжимается потому что tricks сложный это одно если тачку сжимается в нужно карта не очень это другое с газом 37 4 с газа очень странный какой-то ground boost 1 так не делайте дети 4100 и 900 на выходе 3 900 а ну там ой там видимо потолок под наклоном типа можно его задеть и ну потерять скорость зато упасть перед рампой ну допустим но это видимо если идти высоко если идти эффективно эффективно то он другая совсем история в любом случае мне короче демка хорошие прокипоп пошли fps и так сказать друг за дружкой но на любой нормальный клан друг за дружкой идет я думаю ой 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 тут рестарт надо было прокипопич плазма неплохая гб на слик где-то я уже это видел неплохой финиш неплохой в ритхе вайф моя страна так 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 и 200 ой 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 а там еще можно удолбаться же верхнюю эту штуку которую тоже надо учитывать ракеты очень странные видно что углы поставлены все но поставлены в плане что типа все натренина опытнейший игрок а как-то все карта как будто на шару такая типа как будто все не по плану пошло вдруг ну дымка хорошая в любом случае 366 night неплохой гб тоже 3200 на этой на перепрыжки так сайт через 2 гб ну 2 гб наверно но что слишком тоже просто по верху потому что так лучше здесь как будто бы слабенько пара пофиге в молоко финиш очень слабый финиш прямо очень слабый маскаль 36 и 6 поздравляем москаль с каким местом с кем местом тебя поздравляет маска я не посчитал 4 ой слабенький старт слабенькой какой старту и 4000 на рампе ладно ой ой ракета кважина я была перед рампой интересным 4 вот же вот же вот же моя школка вот не хочешь быть от пизженым сменкой делаешь также прости третье место чё фрости не перебил кота кто вообще маска нога затекла не знаю как-то как будто у вас у всех старт к это слабый вот честно 400 на рампе тоже кважина и ракета перед этим в нижнюю рампу кстати стрельнул до в раннюю и в нижнюю в раннюю вот на такой скорости я понимаю нет смысла в ракете потому что тогда куда он рокета наложится на поднятие бы фиги а нам это вообще не надо третье место второе место xos поздравляем ксаса зас на самом деле без первого г.б. я не знаю какой-то старт я вам так скажу если вы вдруг скажете что ну иди сделаю лучшую я не знаю такого конечно пока ни разу не писали ну что наверно вы знаете что я могу пойду и сделаю если сильно захочется но я к тому что если у меня есть у меня внутренние ощущения интуиция очень хорошо работает если я считаю что здесь надо как-то по-другому что это медленно я вижу что это медленно надо быстрее надо по-другому начать надо по-другому меня это ощущение ни разу не подвело овчаркин 34 лет первое место поздравляем овчаркина с первым местом естественно все продано 3 тоже 3 200 не знаю как-то смущает смущает возможно старт может стать очень сложным если там придумать новый роут возможно у ребят был новый роут но они от него отказались потому что он дурацкий неудобный а неудобный он потому что старт дурацкий скорость здесь низкая бфга хорошая чисто на бфге затащил 5000 мне кажется да ну то есть тут вот эти вот смены постоянные бфга плазма ракета это все настолько тяжело контролировать это я не к тому что это типа не не камень в огород мапперу это я к тому что здесь реально вот опытные игроки чисто вот но но опыте могут вытащить что-то то есть овчарка учу в чаркина в среднем я пас но так но еще раз да посмотрим по традиции так со два разика и спереди и сзади во многих местах но слабенько и низ не сказать что я прямо так впечатлен ну демка быстро базару нет первое место никто не спорит я ни в коем случае не не выставляю так стать под сомнение силы овчаркина возможно ему тоже карта не очень понравилось возможно и очень что-то почти три часа на ней играть но ну я уже забыл к чему я ввел в общем то ладно и так сейчас бонус а нет не бонус бонус для тех кто смотрит до конца бонус для тех кто смотрит до конца но сначала мы смотрим бровзер смотрим бровзер и видим пока если он так сделал хопа смотрим и видим значит у нас есть три пушки которые две из них используются два раза по два патрона ничего страшного ладно в к 3d мк 39 cp-62 хорошо что мы не смотрим все демки потому что вот эти демки это явно какое-то недоразумение особенно вот это на эдик чё там хулиган пашку я могу понять тут вообще базар нет ну как ну многим людям я верю что они действительно так прошли хэппи это если это хэппи гришка вообще я вообще не верю что он 50 секунд сделал либо халвар ну халвар ладно по фану прошел без разницы то есть либо здесь люди прошли поняли что карта не очень и все и отправили это так сказать understandable я принимаю такую точку поведения но а ну и да я хотел сказать что зачем вы шлете если типа у вас тестовые демки но потом я вспомнил что я не смотрю все демки поэтому мне без разницы так ну и в к 3 чё тут интересные люди есть рэйвен о рэйвен легенда то стареет рэйвен демонор а демонора смотрели кейс хэйс тоже очень сильно играет не значит такое нам деды что-то понабирали кого-то а лишний раз про рекламирую себя так стать я делаю по желанию да я у меня там очень у меня очень много демок лежит на разбор именно я разбирал именно персональные демки если кто не в курсе просто вот я смотрю и прям разбираем детально каждую часть но что на варкапах если так как демки разбирать она слишком много времени уходит вот если у кого-то есть желание если вы еще к этому хотите так стать перед прикрепить поддержку какую-то 50 рублей условно можете не прикреплять если у вас есть желание научиться играть лучше понимать свои ошибки присылайте демки я скажем я обнуляю то что у меня было до этого все демки если кто в курсе я обнуляю вообще все демки которые у меня были на разбор потому что они во первых не актуальные прошло много времени а во-вторых я уже не помню и надо искать они у меня скачаны но у меня демок слишком много чтобы разобраться поэтому если вдруг кто-то хочет присылайте демки я буду делать коротенькие демки желательно там если вас вам интересен стрейф присылайте свою там пару пару просто парочку не одну но парочку какие-то лучшие лучшие свои демки стрейфа то же самое с пушками если вам интересно пушки ракеты и плазмы гб не гб и так далее парочку демок присылайте мне в дискорд дискорд у меня в описании либо не за в телегу как-то пишите там короче может если желание будет можете связаться второй раунд кончится через три дня ничего страшного слава богу так сказать я его еще не играл к 100 но я наверно поиграю и так бонус для тех кто смотрит до конца я сделал вот такую штуку картиночку и скорее всего буду делать такую картиночку для каждого раунда это так такое нововведение сначала хотел рейтинговую систему сделать по определенным критериям но потом передумал значит первое разберем дабы по вопросе к ниби френдли зелененькая положительно значит для новичков хорошая карта относительно хорошая пройти пешком можно нигде ты не не стакнешься хотя у меня есть знаком моя не будешь говорить знакомый как-то не не удобно есть знакомая который играет в дифраг в q3 и цпм кстати тоже играет на на низком уровне играет на уровне новичка ну чуть чуть выше чем совсем новичок и она забила на эту карту потому что там где-то не смогла пройти дальше типа то есть ну это скажем исключение совсем новичок наверное такую карту если он не пройдет он не расстроится но тем не менее обидно про френдли минус потому что мне например это это чисто моя скажем это мои мои моя точка зрения ну бы с быстренько уже пройдемся уже час идет час 15 час 15 короче мне как опытному игрку эту карта не понравилось много лишнего много непонятного играть неприятно мапперы думают о нас заботятся о нас нет не заботятся потому что карта не очень сконструирована не очень дизайн абсолютно лишний выглядит красиво я еще раз если вы по этой карте ходила комиссия там дизайна и то по дизайну можно если прямо посмотреть можно докопаться я думаю почему здесь так так а почему здесь так а с лампочкой сяк но мы дизайн не смотрим мы смотрим геймплей дефраг это про геймплей карта красивая у меня есть другая знакомая которая карту просто видела визуально она не играет она сказала что блин карта классная выглядит классно я сказал что карта не классная дефраг это не про то как выглядит карта натуральная динамика нет потому что на мой взгляд динамика по карте создана искусственно тем что меняются оружие менять ну типа менять динамику смены оружия можно но никогда это оружие меняется раз 15 раз в наносекунду весело играть нет это вот основные вопросы которые я составил для этой карты какие-то вопросы будут повторяться для других карт если у вас есть какие-то на уме общие вопросы которые можно задать каждой карте пишите в комментариях я их обязательно у меня здесь еще целая сторона я сюда еще могу пять штучек вопросов добавить ну и вот эти могут меняться тоже соответственно то есть они будут где-то повторяться где-то уникальные соответствии от карт как зависит от карты все всем спасибо всем удачи спасибо что вы терпели это со мной я не забыла ли вам приятно слушать как я ругаюсь на все подряд но так вот такая карта если карта хорошая я не ругаюсь вы так сказать кто опытные зрители меня знают я просто так пиздеть на маппера на карту просто так никогда не буду потому что я сам заядлый задрот был у меня все эти так сказать приоритеты на месте все всем удачи всем спасибо всем пока подписывайтесь сам в телеграм и в youtube и прочее